В Кирове открылись соревнования молодых исследователей Приволжского федерального округа «Шаг в будущее». Мероприятие проходит в рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников. На торжественном открытии соревнований побывала наша съемочная группа. Участники соревнований – старшеклассники и студенты первых курсов вузов, лауреаты региональных и городских научных молодежных конкурсов. На стендах представлены научно-исследовательские работы на самые разные темы – лингвистика, нумерология, психология. Особое место отведено работам на экологическую тему. Первый день работы у нас представлены работы в основном наших гостей. Очень много работ по экологии, по естественным наукам. Во второй день будут представлены технические работы. Наши журы квалифицированы. В этом году вновь приехали представители Центрального совета Всероссийской программы «Шаг в будущее». Елена Камаева из республики Марий-Эл. Летом вместе с учеными из Казани она для сравнения изучала влияние антропогенного фактора на мир насекомых в заповеднике «Большая как шага» и в школьном лесничестве. Можно определить уровень антропогенной загрязненности. И это видно на данных картинках, на данных схемах. Вот в «Большая как шага» преобладание хищников над цифрофагами происходит, что означает, что территория не подвергается антропогенной нагрузке в принципе. А в данном это школьное лесничество схемы. И тут мы видим огромные отличия. Цифрофаги очень сильно преобладают над хищниками. Для участия в соревнованиях экспертным советам были отобраны 60 работ из Мордовии, Чувашии, Мариэл, а также Пензенской, Самарской и Кировской областей. Итоги соревнований подведут 29 ноября. Победители представят Приволжский федеральный округ в финале программы «Шаг в будущее» на национальном форуме творческих проектов. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.